Выселение – крайняя мера борьбы со злостными неплательщиками. Так и произошло в одном из домов по улице Суворова. Брещанка Тамара не утруждала себя платой за коммунальные услуги на протяжении длительного времени. Как результат – долг в 6159 рублей и принудительное выселение из квартиры. По словам женщины, она еще в 2015 году потеряла работу и больше нигде не смогла трудоустроиться. Денег на оплату коммуналки не было, как следствие, полное игнорирование своих обязанностей и выселение. Осознала это, я сказала, что я виновата в том, потому что в тот момент не находилась. А кто что и... А вы старались что-то делать после того, как не могли найти работу? То есть еще и искали? Ну, какой-нибудь, наверное, сидели? Я за... Куда я не обращалась, мне сказали, вы не сегодня-завтра уйдете на пенсию, а нам платить. Никто не хочет брать. Кто с вами вместе живет? Дочка и я. Двою. Кольца дочки? 39. И она тоже не работает? Нет. Почему? Ну, у нее тоже проблемы со здоровьем. После произошедшего выпивали? В смысле? Да. Да? Да. Был стресс? Да. Хорошо, но вот вы выпивали. А что, если вместо этого собраться как-то, все же ходить, поискать в комнате, вместо того, чтобы сидеть и пить? Ну, вы же понимаете, что это усугубляет только. Вы же это прекрасно понимаете, что же просто... Конечно. Конечно, я понимаю все. Женщине поступали предупреждения, письма, но оплаты за коммунальные услуги так и не было. Тамара не реагировала на стук в дверь, на связь не выходила. Ситуацию усложнил пожар, который год назад произошел в квартире. Но это не стало поводом к решению проблемы. А если добавить к этому приверженность зеленому змею, то и без слов становится все понятно. На протяжении длительного времени наниматель жилого помещения, а также проживающие совместно с ним члены семьи, не производили оплату жилищно-коммунальных платежей, а также не возмещали оплату за пользование жилым помещением. В результате чего у должников образовалась задолженность в размере 6159 рублей 22 копейки. Работниками Кубжрео неоднократно проводились разъяснительные беседы о необходимости погашения задолженности. Также в адрес должников направлялись досудебные предупреждения. Однако задолженность погашена не была. В связи с чем Кубжрео города Бреста вынуждено было обратиться с исковым заявлением в суд о расторжении договора найма жилого помещения и выселении нанимателя, а также проживающих совместно с ним членов семьи из занимаемого жилого помещения с предоставлением другого жилого помещения, менее занимаемого по площади. Решением суда исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Так как должники отказались освободить жилое помещение в добровольном порядке, исполнительный документ о выселении был направлен для принудительного исполнения в отдел принудительного исполнения Московского района города Бреста. Решать это дело сотрудникам Кубжрео пришлось при помощи судебного исполнителя. На этот раз идти на таран не потребовалось. Хозяйка открыла дверь самостоятельно, поэтому даже не пришлось вызывать сотрудников милиции. На удивление, у хозяйки не было никаких негативных эмоций. Обычно жильцы ведут себя куда более эмоционально. Женщина же до последнего не верила, что это ее последние минуты в квартире, где она проживала. В глазах отчаяние, но не слезы. Кому-ка в горле от таких ситуаций. Хотя понимая, что уговоры, объяснения и письма к Тамаре Колесниковой приходили не один год, прежде чем ситуация дошла до последней точки. Она просто не хотела ничего менять и не верила, что ее действительно в конце концов выселят. В отдел поступили документы заявления о возбуждении исполнительных производств в отношении двух гражданок, Колесникова Тамара Васильевна и Беденюх Екатерина Евгеньевна, и исполнительные документы о выселении их с предоставлением другого помещения. Должникам было выслано постановление о возбуждении исполнительных производств, и в соответствии с законодательством Республики Беларусь предоставлен 7-дневный срок для добровольного выселения. По истечению 7-дневного срока должники не произвели выселение, в связи с чем судебным исполнителям было направлено предписание о необходимости исполнять требования исполнительного документа. Им была установлена дата, до которого необходимо было произвести выселение. Они в эту дату не уложились, выселиться самостоятельно не выселились, в связи с чем судебный исполнитель прибыл по месту жительства, пребывания должников для принудительного выселения. Теперь семье Тамары Колесниковой предстоит жить на улице Карьерной.